То есть сразу эту энергию нужно перевести в другое русло. Или не обязательно играть, в рыжих, в лысых, велосипедистов, кому угодно. Важно, что виноват кто-то вне нас. И он ждет. Но что же мы? Кто же мы? Сегодня музыка — это не за развлечение, это не фестивали, это не заполнение свободного времени. Вообще, на Западе ведь есть тоже страшная тенденция. Там, например, в Швеции я очень долго боролся с одним утверждением, что культура — это заполнение досуга. Я им сказал, милые, шведы, замечательные. Есть три вещи, которые не связаны со временем. Это вера, любовь и культура. Нельзя верить в Бога по субботам. Нельзя любить пятницу вечером. Нельзя быть культурным последом. Культура, вера и любовь — это состояние, а не время. Она не имеет никакого отношения ко времени. Если человек любит, то это состояние любви. Что бы он ни делал, он любит. Если человек внедрен в культуру, то это не состояние времени. Досуга или недосуга. Это состояние души. Вот мы тоже теряем это состояние. По сути, теряем самих себя. Нам внушили, что строительство моста — это прогрессивное начало. Это инновация. Не верьте. Нужно задать вопрос, куда ехать. Вот тогда станет ясно. Потому что если в конце моста вас ждут группы с пулеметами или с автоватами, то значит, каждая минута строительства моста приближает добрых людей, которые ждут нас, да, как малонебесные экспертики. В конце моста нужно запланировать концертный зал. Или картинную галерею с кустодиумом, верой обратно. Тогда понятно, каждая минута приближает нас к общению с великими художниками. Иначе, иначе мост может быть смертельным. В разрушенном создании инновация является реакционной. Понимаете, то есть даже техническая революция приведет нас к имели, а не к радости. Все, что бы мы не делали в искаженном создании, искажается и становится агрессивным. Вот почему Бах и Вивальди и Калек ждет своей очереди. Для того, чтобы провибрировать, войти в наше сердце, спасти наши сосуды, открыть наше дыхание. Я сейчас спрошу, есть ли в этом зале люди, которые говорят на португальском языке? Да еще на старом португальском. Нет, да. Вот Иван Иванович Савертилский был такой, да? Он говорил на 18 языках. Вот в том числе старый португальский. Он говорил, новый португальский или старый, что вы имеете в виду? Новый португальский идеально, а старый португальский иногда нужно посмотреть в словами. Так говорил Иван Иванович. Это был совершенно уникальный человек, да? Так вот здесь, наверное, этих людей нет. Но вдруг есть. Никто не помнит, как на старом португальском языке звучит слово «раковина неправильной формы». Ну, конечно, вот один помнит. А, да, сейчас вязался и смеется, все знают, конечно. Барокко. Конечно, барокко. Все раковины имеют одну и ту же форму, там золотое сечение. И когда пловец-стырячий доставал раковину неправильной формы, он кричал «барокко!» Все бежали. И может быть, точно, барокко. А почему же архитектуру обозвали барокко? Вы же сами понимаете, особенно остро и специфически православные. Вы же понимаете, что в вере ни в земле нет ничего. А гады есть, не дай бог, надо вытащить быстрее оттуда. Не позволять чужим религиям, чужим верам, чужим конфессиям побежать нашему абсолютнейшему правовому славию. И так далее, и так далее. Но есть одна деталь, есть одна деталь, очень важная. Когда после Котик, после этих строгих монахов начали украшать соборы лепниной, а туда стали вносить скульптуру, орнаменты, узоры, то сторонники строгой готической религии стали говорить «безобразие! Они совсем барокко, по-русски барокко!» Мы делаем так, он того. Шведы делают то же самое, говорят, он барокко. Это вошло во все почти языки. Барокко причудливый, ненормальный, недофоб, странный. Вот недофоб они стали называть архитектуру, которая пришла на смену готике. И поклонники строгой готики забыли, что когда-то точно так же сторонники до готического романского стиля крутили, увискали, кричали «готика!» То есть фарвары! Человечество никак не дорастается от стайзовской культуры. Все время смешно. Все названия, стили и направления в искусство – это ругательство. Все, без исключения. Романтизм – это было страшное ругательство. Не раз мама говорила своей дочери даже сегодня. «Ты совсем романтическая глупышка! Ты не понимаешь жизни! Ты должен знать, что все мужчины хотят только того, а не другого!» Он тебе стих читает, у него другая мысль – «Не будь романтической дурой, иначе замуж не выйдешь!» Опять романтизм проявляется как глупость, как дурость, как нежизненная система. А когда после романтизма пришел реализм, знаете, как ругались и страдали, и плакали писатели, когда их называли реалистами? Ужасно ругались. Говорят, ты реалист. Понимаете, после сказок, после Гоффмана, после всех этих чудес, после пересказочных, вдруг подробное описание, как стирают белье. Что это за писатели? Реалисты и дологи! Реалист – да здравствует романтизм. Теперь уже романтизм нравится. Так было всегда. Но барокко, сегодня барокко нам необходима по многим причинам. Первое. Музыкальная барокко оказалась такого масштаба культурой, что сегодня это актуально. Почему? Ну, вы же, наверное, читали Гоффси. Помните любовь к Трём апельсинам, когда принц влюбился в Трём апельсина. И нужно эти три апельсина достать. А что за три апельсина, никто не знает. Я не буду вам напоминать всю эту историю. Помните, только есть одна героиня – повариха с поварёшкой. Она в большей части спит в кухне. Величина – 12-этажный дом. Поварёшка – примерно 5-этажный дом. И нужно обязательно мимо неё пройти к этим трём апельсинам, чтобы она не проснулась. Или задобрить её. Какая-то тихость, да? Это Гоц, это времена, кто не убивает. Это человек, описавший Левальди. А помните, чем это всё кончается? Это вообще гениально. Когда принц приходит и там видит все три апельсина. Разрубают апельсина. Тут уходит принцесса. «Я хочу пить, я умираю. Если мне не дадите пить, я умру сейчас». А где пить? Нету нигде пить. Кругом пустыни. Принцесса умирает. Все бегут ко второму апельсину. Разрубают. А тут ещё прекраснее принцесса. «Я умираю. Дайте мне пить». Нету. Нету по-прежнему пить ничего. Подходит третьего апельсина и вдруг прискочит. «Подождите!» Давайте сначала сходим за водой. Сходили за водой. Разрубают. Принцесса. «Я умираю. Я хочу пить. Принцесса. Ты мой спаситель. Великая любовь. Неслучайно негодяй Прокофьев написал. Антилюбовную любовь к трём апельсинам. Это он подразнил Верди. Беллини, Деницетти, Пучини, Маскальни, Лерклалов. Всех подразнил. Любить надо женщину от трёх. Женщины с трёх апельсинов. И не забыть воду. Это и есть порок. Понимаете? Порока причуда. И когда мы говорим «Пах, гений, порока», то он гений причуды. Друзья, не забудьте. У нас есть много путанных вещей на земле. Из-за этого несчастья в основу своего мышления мы кладём вещь, в которую мы поверили навсегда. И строим дальше. А сама вещь по себе порочная и глупа. А мы этого не знали. Нам сказали, и мы поверили, и начали строить жизнь. А потом мы говорим «Вот это сама основа». Неправильно. Вот я вам сейчас приведу такой пример. Например, классическую музыку стали называть «серьёзной». «Да вы что? Где и когда?» Это же игра с Богом. Это же игра в математику. Это игра в кости. Это алеонорика. Это божественное знание. Человек борется за бессмертие. Он смертный, подверждает, как бессмертный, потому что остаётся. Это лёгкая радость бытия. Это то счастливое, светлое дуновение ветра, которое открывает нам мир в дух. А вот попса – это тяжёлая, серьёзная музыка. Куда уже серьёзней, чем убивать целое поколение подростков в периодных формированиях. Когда у них угревая сыпь на лице, и когда не знаешь, кого убить раньше. Маму, бабушку, учительницу или соседку. В этот момент приходят такие странные дяди и тёти, распяленные вот этими страшными телеэкранами, глупые, злобные, тупые денежные мешки, и начинают наших подростков убивать. Школа не добила, а попса добьёт. И готовится идеальное обслуживание нефтяной и газовой трубы. Впервые в истории человечества появилось не гармоническое развитие личности, а нормального человека, который будет точно не задумываясь выполнять указанное свыше действие. Поэтому начальник трубы не семеняем, потому что иначе может быть вуза. Так вот, друзья мои, есть только одно спросение. Как и звучит странно. Я смотрю на каждого музыканта, который выходит за самую низкую в мире зарплату на эту сцену, общается и передавать вам Баха и Вивальди, завтра Моцарта и Гайда и Мендельсона, который будет смеяться бессмертным ясностью и радостью. И мы с вами попробуем рассмеяться, потому что самое великое качество, которое человечество может выработать, кто получит, когда оно бессильно, это чувство юмора. Это смех. Случается чудо, побеждает смех. А можно я сейчас сделаю совсем не академическую вещь в этом зале, в священном зале одной из самых знаменитых мировых филармоний, где все начали от Мстислава Леопольдовича и, конечно, всеми-всеми-всеми-всеми бывали, оставили свой дух, оставили свою улыбку. Не случайно Ростропович так любил шутить. Он очень хорошо понимал, как важно уметь шутить. Его шутки классичны, известны во всем мире. Каждая расписана, раскрыта, разоблачена. Зачем? Почему? Он знал, что темно, что тяжело. У него было два инструмента. Первое – это виолочель, а второе – это несмываемое чувство юмора. Да прозвучает этот юмор во всех наших играх. И прежде чем подготовить вас к звучанию великой музыки, а именно третьего Продотворского концерта Иоганна Себастьяна Баха, я всегда за всех рад, и за тех, кто его тысячу раз слышал, слышит тысяча первых, это все равно безумная радость, совершенно человеческая. И за тех, кто не слышал, такие тоже есть, третьего Продотворского концерта Баха. Но для того, чтобы услышали сразу и навсегда, я хочу по законам школы провести аналогию. Знаете, кто самый великий представитель барокка в русской культуре? Сейчас ни за что не поделитесь. Александр Сергеевич Пушкин – это он. Да, конечно же. Да, конечно же. Вы никогда не задумывались, почему в Евгении Онегине Онегину так легко на полу в день рождения Татьяны удалось забрать Ольгу Гулецкого, ведь они же жених и невеста, через две недели свадьбы. Почему танцуют с ней все танцы? Не заметили почему. Ведь Пушкин очень хитро, вот так описывает нам почему. Вы помните, как Ленский, 18-летний парень, воспитывал свою 15-летнюю Ольгу? Он ей читал из ее же библиотеки, роман, и пропускал те страницы, где он считал, что не годится Оленьке читать эти страницы, они слишком такие свободные, и он вместо этого краснел, пишет Пушкин, и переворачивал две страницы. Вы можете себе представить, как подросток Ольга, после того, как Ленский уезжал к себе, бежала за этой книгой и открывала ее, и читала, что же пропустил Владимир. И ужасно сердилась. А что сделал Онегин? Вспомните две вещи. Руку жал, на ушко шептал, и читал какой-то пошлый мандрикал. Ага! Он сделал то, чего не сделал Онегин. Ленский. Онегин сделал это. Он сделал это. А когда шепчут на ушко, Талик даже делает не в том, о чем шепчут. А там движение губ, движение воздуха, а ухо – это очень серьезная зона воздействия. Да? Олегин же умный, взрослый, ему не 18, ему 24, он знал, как общаться с такими подростками. Негодяй сегодня. Мы его назвали определенным совершенно лением и понятием. Об этом все газеты и телевидение пишут и говорят. Так что все не так просто. Пушкин все время боролка. Но самая великая боролка. Вот, сейчас вы услышите. Перед Бахом, Пушкин и Бах, они могут друг другу руки пожать. Пушкин и Бах. Даже не Моцарт и Пушкин, а Пушкин и Бах. Я напомню кому-то. Кто-то прочтет в моей книге «Тайны гениев», потом в книге номер два, «Тайны гениев» в этом, двухдомнике, потом в доме. Помните сказку о папе и работнике его «Балде»? «По» — это «О», потому что круглый, толстый, говорит «Долгое». Господу Богу помолимся, говорит «По». «Балда» — это «А». Почему? Ну вот. Иван — дурак, балда. Кстати, «дурак» в переводе с фетистского это означает генетически удавшийся. Помните, два умных, третий дурак. Конечно. «Дурак» — это фетистское слово, это древние ветры. «Дурак» — это тот, у кого получится, потому что он не идет традиционными путями. Помните, Иван на печке, да? По «Щучьему велению». Друзья, знаете, что такое «Щучьему велению»? «Иктиос» — Иисус Христос. «Христос» — еще не только солнце, Бог солнца и Бог души нах. Он еще и Бог рыба. Его изображали как рыба. Так вот «Щучьему велению» — это «Божье веление». А Бог задумал, что «печь» — это средство достижения цели. Не срезаясь в печи, не означает «вень». А означает «впомогательное средство». Иван — дурак. На печи получает царство. Это же настолько глубоко закодировано, а мы не понимаем, не киваем головами, когда нам говорят, вот вам русский металлитет. Сидит на печи и все добыт. Это поверхностное. Глупинное — это значит «чуть» — «северение», общение с Богом напрямую. И Бог указывает, когда ехать, куда ехать и как получать царство. Так вот, дурак-балда — это «А». Теперь, слушайте, начало сказки. «Жил-был Бог, то луком-белом. Пошел по-по-по, базар-у-по, с-по, треть кое-какого, то-по-по». «А» — навстречу ему балда. Идет сам, не зная, куда. Видно, что Вадька так рано поднялся. Чего ты взыскался? «По-по» — отвечает. «Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где мне найти такого? Слушайте, не слишком дорогого». А почему это поп решил в балду потом извести такого дешевого и работника? Заваренную полку работал. Почему? А у Пушкина это закодировано. Помните, все, что за попа? О, все, что за балду. А слушайте, что случилось с семьей попа. Только не для детей, только для взрослых. Сказка для детей, но закодирована для взрослых. Взрослых поймет. Попа диабалдой не нахвалится. Попа, дочка, опалделишь. Печалец. Вот почему чертян. А конец сказки, помните? От первого щелка прыгнул по-пу-пу-пу-пу-пу-пу-ка. Со второго щелка пришелся пол языка. Со третьего щелка вышел по старика. То есть оа-оа-оа-оа-оа. Это и есть кончерта гроза. То, что мы сейчас услышали в бах. Попа, полное безумие. Потому что вот эти вот господа сейчас, они будут говорить и утверждать во весь мир. Па-да-да. 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 А вот те господа начнут говорить неправду. Па-да-да. Они начнут спорить. Па-да-да и па-да-да. Давайте мы с вами поспорим. Давайте проверим, что получится. Это же гениальный ход. Вот, пожалуйста, первая половина зала под моим руководством, пожалуйста, скажите, па-да-да, 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 па-да-да. Вторая половина зала отсюда, вот от середины и до верху, говорит, па-да-да, 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 па-да-да. Вы услышите одно из чудес Егельевской единственной борьбы противоположностей, вы услышите, что творится, тезис-анти-тезис. Только под моим спахом начинает первая половина зала Па-да-да А когда я покажу, то па-да-да, па-да-да То есть то, что будут играть музыканты Попробуем? Ну, давайте Па-да-да, па-да-да, па-да-да Продолжайте Па-да-да, продолжайте Па-да-да, па-да Па-да, па-да Па-да, па-да Слушайте Вот это первое чудо, да? А потом же начнется такое Значит, давайте теперь вот эту группу Вот эту небольшую группу, вот четверть Вот этот сегмент, да? Сделаем так Па-да-да-да-да Па-да-да-да Па-да-да-да Па-да-да Давайте припитировать Па-да-да-да-да Па-да-да-да Па-да-да-да Теперь начнем Вот эта половина па-да-да Это па-да-да По-прежнему А эти па-да-да-да Сделаем Три-четыре начнем Па-да-да 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 Па-да Слышите, че-то, как он вселенный начинает сотрагаться. Подождите, стоп, спасибо. Так это же еще не все. Мы, конечно, не успеем. Иначе часов полтора нужно, чтобы все это разделить и показать все, что будет за 15 минут в этой музыке. За 5 минут в первой части. Но еще один ход. Значит, я попрошу ту дальнюю часть сала, когда я покажу, вступить так. Пам-пам-пам. Пауза. Пам-пам-пам. Пауза. И так. Па-да-да. Па-да-да. Па-да-да-да-да-да. Пам-пам-пам. Пам. Послушайте, не только, но говорите, но слушайте, что творится сзади. Значит, па-да-да, 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 па-да, па-да-да, па-да, 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 па-да Дама, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А в хороший момент. Друзья, я не случайно провел этот эксперимент. Только сейчас. Это уже звуки Вселенной. Вы себе знаете, как сейчас Господь Бога, он безумный меломан, как он сейчас улыбается. Почему? Потому что он жутко любит эту баховскую космическую идею первой части. То есть, здесь сейчас начнется кончерто. Бурденбургский кончерто. А кончерто, вы знаете, имеет тайну двойного перевода. В переводе с итальянского кончерто это означает соревнование. Кончерто, сеньор, кончерто. Кончерто, сеньор. Любимое слово, кстати, как еще консенсус, то есть согласие. Это по-латыни. Одно и то же слово. Соревнование, согласие. За и против. Про и контра. И вы сейчас это услышите. Потому что все против всех. Все за всем. Я безумно люблю заходить в итальянские и испанские кафешки. Потому что заходишь и говоришь. Кафе, сеньор. Си. Соло. Кафе. Но. Тутти. Тутти. Но. Соло. Тутти. Тутти. Ага. А иначе же вы получите кофе, а для друзей не останется. То есть, понимаете, они все время разговаривают про кончерто-гроз. Когда они хотят выпить кофе. И вот здесь сейчас начнется. Великий поп и болтал. Великая боя. Но там еще и е и и. Потому что как там борту отправляют чертям. Там прошло е. Бес. Мелкий бес. Не туда полез. Начинается е. Не туда. О. А. О. А. Е. И. То есть это же полное безумие. Вы сейчас это услышите. Но. На еще более высоком уровне. Уже без вербальности. Без ничего, кроме одного звука высотности и свободы движения в космосе. Это самое космическое произведение планеты Земля. И оно будет отправлено к дальним цивилизациям, чтобы доказать, что мы разумны. Что мы Герегеля читаем. Что мы с Кантом знакомы с его категорическим интеративом. Это тема в следующей встрече. Про категорические интеративы. Почему Бог есть. Есть доказательства. Не Фомы Акинского. А именно Канта. О котором Булгаков упоминал. Да. В Мастере вы говорите. А. О. Шестом доказательстве бытия Бога. Вот это здесь как раз. Вот. В этой музыке. Шестое доказательство бытия Бога. Мира смножиться. Под нее нельзя. Не утеплиться. Нельзя. Достаточно посмотреть ведомость и получение зарплат. Да. Нельзя. Нет. 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 Не получается. Но тем не менее. Вселенная содрогается. Когда это звучит. Итак. После первой части. После первой части. Будет совершенно замечательный момент. Там есть у Баха всего лишь два аккорда. Которые переводят из первой сразу в третью. А вторая. Бах оставил место для свободной импровизации. И Максим решил сыграть ми-минорную педвенцию Иоганна Сабастьяна Маха. То есть. Как бы переход из па-да-да и па-да-да в совершенно феноменальную вещь. Эйнштейн улыбался и говорил. Здесь я бессилен. Почему? Потому что вот эта па-да-да становится па-да-да-па-да-да-да-да-да-па-да-да. То есть. Оно определяет дополнительную форму. Комеда получает хвост. И начинается новая стадия игры. Которая стремится к одному звуку. И наконец. Весь оркестр. Как бы познавая Бога. Начинает играть ноту соль. Все получили. Соль. 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 То есть. Бах показывает идею свернутого пространства. О которой говорил Фома Аквинский. Николай Кузанский. О котором знали величайшие творцы. Но Бог сумел показать в третьей части, как все движения разворачиваются и сворачиваются в единый клубок. Гигантский радостный энергетический клубок. И человек. Да-да-да. Конечно. Человек выкрикивает в космос. Да. Я знаю. Я и смерть. Господи. Спасибо тебе. Бог сдал высшую радость. О нем при жизни написали в энциклопедии два раза. Только плохо. Оба раза. Как плохой композитор. И в пример ему ставили такие имена. Вы сейчас их не знаете. Даже не загружайте свою память. А если вы не дай богу слышите, что это из тех, кого ставили в пример Баху, то не тратьте время. Все-таки земных лет у нас не так много. Поэтому старайтесь слушать побольше Баха. Не ручей, а океан, сказал Бетховед. Да здесь ткайм Бах. Да здесь оциан. И опять Бетховед, как гений, понял, в чем дело. В него все втекает. Из него ничего не вытекает. Все ручьи Бахи, понимаете, когда Бах ручей, втекают в океан. А вытекать ничего не может. Именно поэтому дети Баха сделали все, чтобы Бах забыли. Потому что пока Баха был в мозгах у современников, нельзя было никуда двигаться. Я уверен в том, что дети не случайно называли ушедшего отца старый парик. Специально, чтобы мир и человечество успокоились. Потому что Баха поймет Эйнштейн. А для этого нужно время. Человечество должно до этого дорасти. А сегодня мы говорим, Боже, как радостно и как просто. Итак, великий праздник барокко Па-да-да и Па-да-да. Третий из шести посвященных маркографу Бранденбургскому концерту. В исполнении этого произведения могут участвовать только музыканты. Которые очень хорошо играют. Потому что здесь каждый солист все против всех и все со всеми. Следите за всем, что будет происходить в течение этих нескольких минут. И просто наслаждайтесь. Я не знаю наслаждения равного этому. Геннадий Егин в скрипке. Андрей Салуянов в скрипке. Наталья Гринько в скрипке. Петр Колесников в альт. Николай Цикунов в альт. Татьяна Капитонова в альт. Наталья Гусикина в виланчель. Елена Селезнева в виланчель. Ирина Романова в виланчель. Геннадий Мугачев, который вас и Максим Емельянович Клавесин. Внимание! Паромка! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо.